Всем привет, с вами Скрин, и сегодня я буду показывать, как поставить воздухозаборник на телегу. Я уже всё подготовил, вы можете снять воздухозаборник с какой-нибудь машины. Я его сконвертил из SLRR. В общем, вот такой воздухозаборник на капот. Так, берём телегу, вставляем только капот. Вид сверху. Так, вот у нас он такой, нам нужно немного подвинуть вверх капота, или как оно. Вот так, берём. И масштаб. Так, хорошо. Теперь... Вот это мы удаляем. А вот это... Мы немного уменьшаем. Ну, вот как-то примерно так. Теперь его нужно... Всё ровнять нужно. Как бы его ровно так... Вот. Нет. Короче, вот так. Идём в вид сверху. Убираем выделение. И... Просто объединяем... Нет, не просто объединяем. Сначала вытаскиваем всё. Вскрываем это. Объединяем. Идём создать полигон веером. И идём... В этот, короче, режим... Не помню, как называется. В общем, самый левый квадратик. И просто... Левым кликом полигонируем. Сейчас, походу, криво получится. Потому что полигонов мало. Так. Как-то так. Так, вот это вот нам вообще не нужно тут. Сейчас по-быстренькому удалим. Вот так, всё. Создать полигон веером. Желательно, конечно... Ставить на модель с более большим качеством полигонов. Потому что тут не сильно удобно. Так. 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 Вот. Теперь самое последнее. И вот так. Вроде ничего не пропустили. Так у нас воздухозаборник стал. Можно, конечно, ровнее, по-своему, как-то креативненько сделать всё. Но меня для урока устраивает это. Так. Да, где-то так. Теперь сюда, тык, тык. И вэмаппер. Что-то у меня текстурка сегодня лагает. Так, включаем телегу. Всё у неё надо включить. Пока что так. Сейчас нужно найти ещё рэмап, тот, который нужен. Так, это убираем. И вот так вот. Всё. Вот у нас телега с воздухозаборником. Теперь это всё надо закинуть боны дами. И дисплей, локальные оффсеты. Отцентровать. Нет. Отцентровать, как у родителя. Вот. Вот и всё, собственно. У нас теперь такая вот телега. Ну, с вами был Скрин. Пишите в тему для видеоуроков. Подписывайтесь. В группу вступайте. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok